И так, ну что ж, Ария Рума и маленькие любители покушать и всего того, что покрыто камнем у микрофона, как всегда ваш по коже слугам Амору и это великолепная сборочка Майнкрафт Стонблок 3. За кадром, как я люблю это говорить и всегда об этом говорю, произошли кое-какие, как вы видите сами, колоссальные изменения. Ну начнем по порядку, как я говорил в предыдущей части, то что я колоссально за кадром буду развиваться в моде Блэд Мэджика, но в принципе так и произошло. Мы с вами остановились на том, что здесь просто стоял кровавый алтарь 4 уровня, но сейчас он поднят до 5, благодаря Хеллстоун Бликам. Также здесь были все руны заменены на руны Жертвоприношения, кроме рун 5 тира, но обо всем по порядку. Грубо говоря, здесь вот этот вот алтарь стоит только для того, чтобы мы могли отсюда выкачивать кровь вот сюда или дальше в другие алтари. 5 тир алтаря нужен для того, чтобы здесь располагались вот эти вот руны, вот эти синенькие руны, но и также по возможности руны Жертвоприношения. Данные руны отвечают за возможность выкачки жидкости из этого алтаря туда дальше. Кровь берется у нас благодаря рунам и благодаря ведьмам, которые здесь расположены. Мне пришлось немножечко их количество увеличить благодаря спавнеру, но я думаю, это мелочи. Данные руны отвечают за то, чтобы увеличить скорость работы алтаря в принципе, то есть данные операции, которые выполняются за более меньшее количество тиков. По-моему, вот этой вот одной линии таких вот рун вполне хватает, чтобы оптимально работал данный алтарь. Если что, у меня всегда есть возможность увеличить количество крови, которое я здесь получаю, благодаря размещенным здесь вот этим пьедесталам, которые в принципе ускоряют все процессы, которые здесь происходят. Самое сложное было в этом алтаре, как ни странно, получить пятый уровень алтаря, который получен был благодаря хеллстоун брикам. Они были получены благодаря новому измерению. И оно получается у нас благодаря созданию еще одного очередного алтаря. Вы можете видеть, как оно называется сейчас. Для него нужно 150 тысяч крови, которой у меня не было, и поэтому мне пришлось создать мастер блуд орб. В этом нет ничего такого, красить достаточно легко, просто для него нужно большое количество крови. Давайте отправимся в это измерение. Я уже здесь неоднократно был, я уже много что здесь изучал, но самое интересное, что здесь мне предстоит возможным, это нахождение разного рода комнат. Самая интересная для меня комната, которая здесь была, сейчас мы ее с вами найдем. Вот эта комната. Эта комната, как я ее называю, вместе с демонитом. Это руда, которую здесь можно добывать. И как раз из нее крафтятся при пережарке вот эти вот хеллстоун брики. Но, как я считаю, получение этого хеллстоуна вот таким вот расточительным путем один к одному затрачивает очень большое количество времени. И очень хорошо, что есть у нас возможность здесь увеличить количество получаемого демонита. Для начала мы должны его прогнать через алхимическую камеру вместе с пылью взрыва. И здесь как раз мы получаем два фрагмента. Дальше, в следующей камере мне нужны вот такие вот резонаторные ножницы, которые крафтятся тоже достаточно легко. И все эти предметы находятся у нас в данжах, за исключением улучшенного гема, который мне пришлось здесь создать, который может хранить до безумия большое количество душ. Но это опять-таки очередной фарм. Размещаем здесь демонит. Давайте это сейчас временно ускорим, и мы видим, как получился у нас гравий из этого демонита. Следующая и последняя камера, которая нам здесь необходима, это камера с какой-то жидкостью. И крафт у нее тоже до ужаса простой. Здесь все предметы тоже готовые и получаемые, за исключением сигила, который крафтится благодаря пеплу. И вот такому достаточно простому ритуалу, который мы создавали еще в позапредыдущей серии, когда только начинали заниматься модом ладмэджика. Размещаем здесь этот пепел и получаем из этого песок. И песок уже мы будем пережаривать. Таким образом, один демонит у нас превращается в два слитка демонита. Что я считаю уже приемлемым соотношением. Из этого уже хеллстоуна мы делаем вот такие вот блоки и, грубо говоря, создаем себе структуру алтаря уже пятого уровня. Этот алтарь, как ни странно, и как я уже и говорил, служит для того, чтобы получать кровь. Здесь у меня стоит небольшой буфер по крови и я могу с помощью него отслеживать, какое количество крови я получаю в данный момент. Нужно ли мне это все ускорять или не нужно. В данный момент я вижу то, что у меня кровь немножечко убывает. Но в принципе это нормально, потому что у меня сразу здесь два алтаря одновременно работают. Или работали. Эти два алтаря нужны уже только для того, чтобы получать руны и сигилы, которые я могу здесь получать себе благодаря моду Blood Magic. Они тоже пятого уровня. Структура у них практически такая же, как у этого алтаря по рунам. За исключением того, что у руны жертвоприношения я заменил на руну скорости. И в принципе такой вариант меня более-менее устраивает здесь. В целях экономии я также два алтаря объединял. В принципе, я думаю, это очень даже более-менее структура с объединением алтарей работает здесь и экономит гигантское количество ресурсов. Этот алтарь, как ни странно, мне нужен для того, чтобы я мог получать руны первых трех тиров. Есть схема, где я мог бы получать четыре тира, но я не придумал пока что, зачем мне нужен четвертый тир рун, поэтому пока что три. Грубо говоря, у меня здесь стоят импортеры на разные типы блэнк слейтов, благодаря которым я могу получать себе различного рода предмета. Если я захочу получить первый тир, я сюда кладу камень благодаря вот этой бочке и благодаря вот таким вот айтем-транспортерам, которые сюда подают по одному предмету. И активирую вот этот вот рычаг. Допустим, я кладу сюда камень, и как только он превратится в блэнк слейт, он сразу же уйдет благодаря этому импортеру. Если мне нужен второй тир, я активирую, соответственно, второй рычаг, и этот придется деактивировать. С третьим тиром все гораздо проще, у меня должны быть эти два рычага выключены. Это единственная схема, которую я здесь придумал, до которой я смог додуматься, и как это лучше оптимизировать, я в уме не приложу, я не знаю, честно. Я пробовал многие разные варианты, но как полностью автоматизировать без участия оператора, я не знаю. Кроме как, идеи с тем, чтобы мне здесь размещать большее количество этих алтарей. Но что я считаю беспросветной дикостью, ведь мне не нужно автоматизировать все эти системы. Нужно было лишь автоматизировать пятый и последний тир блэнк слейтов. У меня здесь стоит композер линк, который также благодаря атом-транспортеру поставляет сюда камень. И, соответственно, у меня здесь стоит всего лишь один импортер, который на белый лист импортирует пятого уровня руны. Пятый уровень нужен для того, чтобы производить сингулярности, которые нужны для бесконечного каталиста. Эта схема достаточно простая и не сильно отличается от вот этой схемы, и, в принципе, это все работает. Самое сложное было необходимое количество рун здесь подобрать для того, чтобы количества крови у меня хватало для того, чтобы без моего участия запитывать вот эту систему. И, в принципе, я считаю, что я этого добился, и на этом мод Blood Magic я считаю полностью распаханным и не нуждающимся в дальнейшем внимании. Если что, у меня всегда есть здесь руны, если что, я всегда могу к этому вернуться, и это, я считаю, полный успех. Но в этой серии, как я и говорил ранее, я хочу заняться с вами тем, что буду делать ядерный реактор из модного механизма. Для того, чтобы построить реактор, мне, как ни странно, понадобится определенное количество начальных блоков для этого. Например, стекло, его камера, порт реактора и топливные стержни. Как хорошо, что у каждого этого элемента есть EBC, и я могу не заморачиваясь закидывать это все сюда. Дальше я хочу отправиться вот в это измерение, самое первое, которое у нас было в Blood Magic, и, допустим, выломать себе здесь потолок. И вот у меня есть бесконечное, беспросторное измерение, где я могу путешествовать и сделать все, что я захочу. Мне потребуются сейчас какие-нибудь блоки, допустим, бетон, очень для этого подойдет. И я хочу сейчас отлететь на небольшое расстояние, для того, чтобы начать размещать уже здесь реактор. И в случае, если он попаднет, то мне не пришлось бы переживать, что я не смогу попасть обратно на базу. И думаю, такого примерно расстояния мне хватит. Мне потребуются сейчас кейзинги в больших количествах, для того, чтобы я мог размещать этот реактор. Размер его должен составлять 15 на 15 на 15. Хочу я это сейчас все размещать в пределах одного чанка, сугубо потому, что мне не придется в таком случае загружать несколько чанков. Структуру 15 на 15 я сделал, и осталось только понять колонны. Вот такая коробка у нас здесь получается. Сейчас я беру топливные элементы и размещаю в пределах этого реактора через один блок в шахматном порядке. Готово. Теперь мне остается только лишь взять всю эту систему и поднять чуть ли не на самый последний уровень. Вот примерно вот таким вот образом. Теперь мне нужно здесь также разместить блок, о котором я совершенно забыл. Контроллер стержней. Но тем не менее, мне необходимо это сделать. Поэтому я его беру и размещаю. Примерно как-то так это должно выглядеть. И не забываем, что всю эту систему нужно конечно же закрыть обычным реакторным корпусом. Как-то так. Теперь чисто в эстетических целях я хочу весь наш реактор, а точнее его боковые стороны покрыть стеклом реактора. И вот он по идее реактор весь собран и полностью практически готов в работе, за исключением еще парочки моментов. Если мы зайдем в этот реактор, то мы увидим, что здесь мы можем копить какое-то топливо, с которым мне предстоит разбираться чуточку позже. И самое важное, что здесь можно хранить, это охлаждение. Охлаждать я вижу единственным возможным вариантом, это с помощью воды. А для этого нужно построить еще одну мультиблочную структуру. Думаю, примерно на таком удалении от самого танка я буду это делать. Сделаю, пожалуй, это я сверху. И сразу буду размещать все так, как мне это интересно. В моем понимании, эта мультиблочная структура должна быть 9х9х9. Коробочку самую основную я создал, и теперь мне нужно все выходы, которые будут участвовать в выкачке воды из этого резервуара, заполнить краниками. Примерно каким-то таким образом, и останется только крыша. Последний блок, структура собрана. И мы видим, что здесь можем хранить 11 миллиардов ведер жидкости. Для того, чтобы заполнить такой большой объем, мне потребуется амулет, который мы с вами уже когда-то крафтили. Мы заходим сюда, меняем режим этого склада на Empty, и кладем сюда вот этот амулет. Мы видим, что этот бак теперь у нас полностью заполнен водой. Непонятно, куда делись 11 миллиардов, теперь у нас 255 здесь миллионов ведер жидкости. И это бесконечное большое количество, которое мы можем здесь хранить. Теперь останется всю воду отсюда, из этих танков, как-то подводить к реактору. Именно с этим расчетом я уже себе за кадром приготовил все необходимое для того, чтобы выкачивать отсюда жидкость. А именно трубы из модомеханизм последнего уровня. Останется лишь мне только бесконечно продолжать размещать вот таким вот образом все эти блоки, для того, чтобы трубы могли заполняться в адекватном формате водой. Ну и когда же я разместил все трубы, мне останется только провести вот эту вот трубу сюда к реактору, поставив здесь реакторный порт на синий режим, который меняется с помощью вот этого ключа. И мы видим, как быстро заполняется резервуар, и все это, безусловно, очень классно работает. Останется лишь один маленький нюанс, заполнить это все топливом. А вот каким топливом, это, к сожалению, пока что мне предстоит разбираться. У меня вроде как есть здесь подсказочка, и сейчас, наверное, придется по ней идти, для того, чтобы попробовать с ней как-то разобраться. А то, я думаю, без пол-литра тут не разберешься. Давайте сразу будем идти по квестам, которые здесь представляются. Вот мне нужно создать ваттер-вапор. Дальше по квестам нужно создать оксиген, получается, в электролизере, а также диоксид серы. Создаю здесь себе электролизер, химический оксидайзер. И это три начальных блока, которые мне здесь понадобятся. Сейчас будем разбираться, что к чему. Вообще, по идее, как я понял по квестам, я для начала должен получить оксид серы. И он делается у нас как раз в роторе конденсатор, вот он у нас, из оксида серы. Оксид серы делается в химическом инфьюзере из триоксида серы, водяного пара и чего-то еще. Сейчас будем разбираться. Так, пойдем по порядку. Для начала мне нужна здесь по-любому вода, поэтому я оставлю здесь себе сборщик этой самой воды. По-любому дальше мне потребуются трубы, поэтому я их себе здесь беру. И давайте их здесь себе размечать. Получается, отсюда мы жидкость забираем и сюда мы ее должны поставлять. В этом блоке мы должны настроить так, чтобы сюда у нас жидкость приходила. Только вопрос, где у нас конфигурация здесь сторон и как сюда настроить это, чтобы приходило. Вот, теперь у нас произошло. Я перевернул операцию, использовал ее наоборот и построил так, чтобы вода приходила с задней стороны. И вода у нас сюда успешно приходит и мы получаем здесь пар. Это единственный способ, который я придумал, чтобы это получать. Но допустим, дальше мне потребуется снова декомпрессор. Следующий шаг к получению триоксида серы. Это диоксид серы плюс кислород. Кислород, кстати, легко получается в электролизере. Допустим, мы его здесь берем себе. Пожалуй, где-то здесь пока что размещу. Подвожу сюда я воду в него. И он уже пошел производить водород и кислород. Я ставлю здесь себе химические танки, для того, чтобы была возможность отдавать жидкости. И, конечно же, я забыл сюда подвести энергию. Небольшая такая вещь, которую стоит помнить. Все, у нас пошел водород и кислород. То есть водород у нас появляется здесь, а кислород здесь. Дальше мне нужно создавать диоксид. Диоксид серы делается достаточно, опять-таки, легко, благодаря сере и химическому оксидайзеру. Химический оксидайзер мы уже с вами делали. Вот здесь вот его грамотно более разместим. Сюда нужно подвести линк. В этот линк я запихиваю серу, чтобы она была в бесконечных масштабах. И меняю здесь режим так, чтобы сера автоматически поступала вот сюда. Останется лишь здесь. Сделает так, чтобы, получается, с задней стороны могла поступать сера. И все у нас успешно работает. И вот, допустим, пока что в химический танк он у нас собирается. И здесь мы получаем диоксид серы. Теперь это нужно в инфьюзере соединить. То есть вот в этом инфьюзере соединить нужно кислород, который идет здесь. И жидкость из этого бака. Мне нужно попробовать найти провода для газа из этого мода. Вот я их нашел. Они называются трубами, как и странно. И уже добавила себе в крафт. И могу их, получается, все создавать. Ну, как только там предыдущие процессы крафта завершатся. Беру я эти трубы. И, допустим, как-то вот таким вот образом хочу себе подводить это все вот сюда. Сульфур подвелся. Кислород подвелся. И как раз триоксид серы получается здесь успешным образом. Также в емкость я это все вывожу. И вот у нас триоксид. Потом я буду заморачиваться с пропорциями. Пока что сделаю это все в единичном экземпляре. И уже потом я буду как-то это пытаться ускорять с помощью ускорителей. Опять-таки это будет как-нибудь потом. Снова мне нужен химический инфьюзер. Триоксид. И вапор. Дальше, получается, я отсюда забираю водяной пар. И мне нужно это все объединять в химическом инфьюзере. Все это объединяется и получаем мы как раз этот оксид. Останется лишь в конденсаторинге. Из этого оксида делает еще один какой-то оксид. Вплотную я это поставил. Но на удивление вплотную это все работает. Подвожу сюда энергию. И получаю как раз оксид серы. По квестам нам нужно было его и получить. Мы его и получили. Дальше нам нужно создать резолюционную камеру какую-то. Но как мне кажется, главное, что нам нужно здесь получать, это гексохлорид урана. Смотрим, что по рецепту. Получается оксид урана. Плюс еще какой-то оксид. Совершенно другая как будто линейка квестов. Зачем нам надо было делать тогда оксид серы, непонятно. Для начала мне нужен чембер. И в чембере передрабливать обычный уран. Чембер я разместил. Получаю я желтый пирог урана. Дальше с помощью химического оксидайзера я должен получать из него оксид урана. Опять-таки я все это вплотную размещаю и получаю процесс. Дальше, на мой взгляд, что-то какое-то непонятное идет, если честно. Как раз с помощью оксида серы, который мы здесь с вами получаем. И флуорида. Мы должны получать гидрофлюоритовый оксид. Размещаю себе чембер здесь. Подвожу энергию. Сюда успешно поступает, оказывается, сульфурик оксид. А не то, что я делал до этого. Но, тем не менее, сейчас это работает. И мы получаем вот этот оксид, который нам нужен был. Дальше получается он, плюс еще урановый оксид, который мы здесь получаем. Должны смешиваться в чембере. Подвел я и то, и то. И успешно процесс пошел. И получаем мы урановый гидрохлорид. Эту ачивку мы выполнили. Оксид урана мы получаем. И гидрохлорид урана мы тоже получаем. Теперь нам нужно сделать центрифугу. Допустим, сделали. В нее, как я понимаю, должно заходить как раз топливо урановое. Сделаем сейчас здесь выход на газ. Процесс пошел. И получаем мы как раз топливо. И теперь, только после этого, нам говорят, какие мы должны сделать приготовления для того, чтобы реактор делать. И останется лишь нам сделать так, чтобы топливо туда поступало. Ну и, конечно же, не стоит забывать о том, чтобы эту всю систему улучшить. И ускорить, конечно же. Для этого нужны, как ни странно, апгрейды. Апгрейды скорости. Газовые апгрейды. Еще куча всего. Сделаю я себе, пожалуй, тут танк. В который буду выпихивать всю жидкость. Которая сделается у нас в центрифуге. А, тут не жидкость. Получается, топливо это газ. Поэтому и расценивается здесь, как газ. Так, ладно. Потом с этим, пожалуй, разберемся. Пока, пожалуй, я сделаю базовый танк. И проапгрейжу его до необходимых масштабов. То есть, из базового можно сделать продвинутый. Из продвинутого еще более продвинутый. Ну и, соответственно, финальный уровень. Топливо сюда пошло. И теперь я отсюда его, в случае чего, могу забирать. Ну, конечно же. Ну, конечно же, я не мог обойтись без вот таких волшебных часов, которые здесь я могу размещать. Которые, по идее, в теории, должны ускорить просто это в разы процесс. Я вижу, что достаточно быстро процесс идет. Ну, вот же. Вот же. Нормальная скорость. Все это, в принципе, улучшено. Я в каждую запихнул по двум апгрейдам. То есть, на скорости и энергию. И, в принципе, это все работает. Меня это очень даже устраивает. Что-то как-то очень напряженно все это получается. Но главное, что мы пришли к единой точке. Получили топливо. Построили реактор. Ну, а запуском, я думаю, уже будем заниматься в следующей серии. Ну, и в таком случае, пожалуй, на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда. Ваш покрытый слугамору. Еще услышимся.